Мир вашему дому, с вами Талибан Травоядный, знаете почему я так одет, а вот смотрите видео и все узнаете, погнали! А начнем мы сегодняшний ролик с социальной рекламы. Пивоваренный завод Крым, беспрецедентная акция. Все очень просто, принеси использованную банку прямиком из Крымского пляжа, а завод Крым выдаст вам взамен такую же, но полную с пивом. Кто принесет больше пяти бутылок, получит сухарики крымских подарок. Или говядину, бывшее в употреблении. Куда нести использованную тару? Звоните на завод и требуйте координаты. Обязательно уточните, что вы участвуете в акции «Я с чемоданом мусора» и задайте этот секретный вопрос. Внимание, звучит вопрос. Почему пиво Крым такое магическое и так много пустых банок на пляжах именно этого пива? Ну а кто догадался, о чем здесь речь, пиши свою версию в комментах, обязательно ставь лайк, если ты за такую акцию. И подписывайся на канал, вдруг мы наберем кучу лайков и случится чудо. Представляете, как быстро пляжи Крыма станут чистыми, а? А это реклама социальная и бесплатная, как вы понимаете. И еще нужно будет, наверное, обратиться на завод резиновых тапок, тоже предложить провести такую акцию. Возвращаемся назад, включаем реверс-перемотку и смотрим, как мы здесь оказались. В этот раз сборы у нас уникальные. Машины забили по самые помидоры. Верхний багажник тоже почти весь забит. Вот выручает вот это место в салоне. Здесь реально помещается даже микроволновка. Памперсы какие-то. Памперсы. Подарки. Бумага туалетная. Как перед карантином, короче, 5 пачек. Ночью может быть холодно, поэтому нам пришлось дополнительно взять одеяло, покрывало, чтобы мы не замерзли. Микроволновая печь, не верите? Вот смотрите. Декс. Взяли с собой в этот раз микроволновую печь. Чайник Redmond стеклянный. А самое ценное вот здесь. Наш холодильник. Закрываем поплотнее. Здесь тоже все битком. Да ладно, ладно, вы не смейтесь, не думайте, что это мы взяли себе на природу микроволновку с чайником. На самом деле, у нас друзья отдыхают недалеко от Ялты и попросили привезти им в апартаменты микроволновку с чайником. Ну вы поняли, да? Кто приезжает отдыхать в Крым в гостиницу, в апартаменты, обязательно берите с собой микроволновки, чайники. Вам пригодится. Либо, как мы, берете палатки или палатка, шатер, матрас, стульчики, кресла, какие-то подстилки, еще матрас. И едете дикарями отдыхать. Ну вот, а говорят, у пола багажник маленький. Все поместилось, холодильник, шатер, биотуалет, куча продуктов. Попробуем закрыть. Так, поплотнее, поплотнее. Что-то тут не попадало. Здесь надо проверять, чтобы мне почему не попадало. Под защелочки. Когда багажник полностью закрыт, все замки, тогда можно достать ключ. Если замок какой-то не зашел, то ключ его просто не достанете. О, еще немного места здесь есть. А нам оно сейчас пригодится, потому что мы заедем на рынок. И набьем эти авоськи силосом. Короче, наберем побольше зелени. Подприсел, подприсел немного. Ну, еще место есть, по-моему. Да, еще три пальца влазит. А говорят, занижай, занижай пола. Отлично, сейчас на рынке затаримся. Останет два пальца. Катя с малой сядет и я. Останется один палец. Ехать можно. Спорт режим. И погнали. А чтобы быстрее доехать, можно ставить на Р, на ракету. Тогда вообще быстро долетим. Не верите, смотрите. Ракета. Пуск. Вау. Куда это мы попали? На какую-то стоянку. Я надеюсь, это не наше место отдыха. Фу, как здесь пахнет морем. Все, уезжаем отсюда. Ракета не туда привела. Это вот для хейтеров. Смотрите, какой кемпинг в Крыму. Вот они, шатры, палатки. А вот так скажи, что это кемпинг. Кто-то ведь поверит. И реально поведется. На самом деле это рынок пятый километр Севастополя. Пока Катя там закупает овоща, силос. Смотрите, какую новость нашел. Переполненные пляжи Крыма возмутили местных. Одно быдло с пивными животами. Вот оно видео. Короче, популярность Крыма. Пляжи забиты. Туристы практически стоят на головах друг у друга. Многие из них загорают на полотенце. Другие купаются в море или переодевают пляжную одежду. Короче, недовольство, недовольство. Видите, никто вас в Крыму не ждет. В общем, все переполнено. Сочи, кошмар, мазохисты. Все, а мы едем туда, где нет людей. И такие места в Крыму есть. Вот это место мы никогда не проезжаем стороной. Кафе Пекарня. Находится сразу за Ялтой. Это Гурзув. Покажу вам вид. Очень красивый здесь. Кафе. И здесь офигенно вкусные лаваши. Бинокль. А едем мы с вами вон туда, за эту гору. Это называется Медведь-гора. Бублики, шнувлики. А мы берем вот такие репешки. Самые простые на воде. Самые вкусные. Середина сентября. А мы едем купаться на море. Жара на улице. Ялтинский луг. А ну покажи, как что-то набрало. Ё-моё. Будем ловить глюби сегодня. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь булок. Передай с ромом. Мы пока доедем. У нас останется штук четыре. А вы бы знали, какой от них исходит запах. Что здесь у них такого? Просто вода, мука. Ну как они пахнут, какие они вкусные. Они прям вообще мягенькие, мягенькие. Короче, мы по дороге съедаем два-три штуки. Это как минимум. Что еще в Крыму делать на море? Правильно. Готовить, есть. Мы проголодались. И пойдем сейчас сделаем классное блюдо. Вот она, крымская деревушка. Домики, домики. И вон там море. А вот и наш домик временный. Анютка, ты что делаешь? Я вот что делаю. 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 Опа. А готовим мы сегодня. Сейчас попробую выговорить. Ба-ба-ба-ба-ба. Гагануш какой-то. Короче, я ел эту штуку. Очень вкусная. И мы хотим попробовать сделать ее сами. На огне. Если бы был блендер, можно было бы все. А если блендера нет? Тогда вот так, ручками. Все. Первый пошел. Не вкусно, да? Может быть. Отвратительно вообще. Никому не есть. А все, все мне. Так, где-то вот здесь мы должны будем сейчас повернуть. Это как раз окраина села Приветное. Опа. В Крыму дороги. Как вы видите, в хорошем состоянии. Поэтому нужно ездить аккуратно. Ух ты. Где-то здесь мы заезжали. И был классный кейпер. Бесплатный, дикий пляж. Где мы сейчас и разобьем свою палатку. Если будут места, поднимаемся. И чем мы видим? Какие-то поля. Виноградники справа. Пятизвездочные. Комфортабельные номера на берегу с кухней. А вот они дикари. Пиняки. Такие, как мы. Сейчас посмотрим. Я вижу, что вроде как свободно. Смотри, посвободнее стало намного, да? Надеюсь, мы не застрягивали здесь. Так, потихоньку сейчас. Что-то там зацепились. Шлагбаум. По-моему, раньше это был платный кемпинг. А сейчас это дикое место. Бесплатно. Поедем в левую сторону. Налево. Можно направо, можно налево. Здесь магазин есть, я помню. Катя уже собрала сувениров крымских. Ракушки, да, здесь? О, классные. Ракушки. Что еще здесь? Нелегкое это тело. Устанавливать лагерь. Нам придется все вот туда носить. Покажи, как можно. Холодильник с пивом. Холодным. Небольшая кучка висей. Самая нервная. Ну, это почти все наше бараклом. Ну, не все. Надо заправить, какашкоеда. Жидкость для верхнего бачка. Заливаем. Можно побольше, чтобы запах был поприятнее. А вот оно преимущество биотуалета. Жидкость залил, воды налил. И можно пользоваться. Прошлый раз попали под дождь. Складывали шатер, как раз когда было мокро, грязно. Где нас атаковали еноты. И вот, посмотрите. Прошло уже недели три, наверное, или две. Он лежал в гараже сложенный. До сих пор не высох. Хотя мы его просушивали вроде как, но плохо просушили, видимо. И он, короче, сприл. И даже немного воняет теперь. Но я думаю, выветрится. Поставили шатер. Надеюсь, он выветрится. Потому что запах там не очень приятный. Идем на море. Сделаем мой тест. Кто не знает, закажу воду по колено. Если вижу пятку, значит вода чистая. Но, судя по всему, сегодня я пятку не увижу. Потому что вода мутная. Волны. Ох ты! Вода градусов 25, наверное, точно. Прямо теплая, теплая. Класс. Но пятки я свою не увижу. То есть не сегодня. Возможно, завтра утром. Возвольте по колено зашел. Пятку не вижу. Еле-еле. Вода мутная. Ух ты! Волна большая. Но волна это тоже классно. На волнах можно повеситься. И повеселиться. Вот наша машина. Вот наш лагерь. Сейчас мы поставим где-то здесь палатку. Мангал. В принципе, машина недалеко. Вообще, место классное. Потому что людей немного. В июле или августе мы были. Здесь вот прям все было вот так забито. Мы даже не смогли шатер поставить. Середина сентября. Пожалуйста. В настоящий бархатный сезон. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Посмотрите какая красота. Набережная, балкон, море. Всё как положено. Как вы думаете, что мне не хватает? Вы уже, наверное, догадались. Ох, рука таки тянется сама. Короче, достаю лимонад. Бармен мне 0.5. Сделайте. самообслуживание короче в баре бармен не холодненького понимая с полуслова плохо что с пенкой, но это по крымски пиво с пеной вот такая остановочка мне нравится кушаешь чипсы за женой наблюдаешь но теперь вы ее укрепляете четко, якоря вяжете мы благодаря вашему ютубу знаете что я с вас слезнул не знаю как но я пошел, выпили воду пятилитровую, я кричал не выкидывай в пятилитровые канистры и мы такие якоря сделали мощные мы пока еще не растянули, но будем растягивать обязательно вот ребят встретили, смотрят наши видосы из Москвы, из Новороссийска Москва, Новороссийск, из Ростова все отлично всем привет присоединяйтесь, смотрите будет возможность, выложим наши впечатления где было отлично где было еще лучше а где было вообще великолепно и лучше не заезжать спасибо да, спасибо много интересных мест тоже подсказали посоветовали поехать в Новый Свет надеюсь мы в этом году еще успеем попасть в Новый Свет Табловский монастырь в общем тропа Голитино чтобы не забыть сам себе говорю на видео вот ребята чередуют отдых говорят у нас дикий отдых то есть останавливаются дикарями потом дорогой отдых гостиницы дикари гостиницы короче вот так вот отдыхают и говорят самое главное это что свободный пляж и много места 7 часов уже темнеет стало рано мы уже поставили лагерь закрепляемся как перед бурей штурмовые веревки натягиваем копаем яму в песке камни веревки как в последний раз как перед ураганом наученные опытом короче забиваем все возможные палки все способы тут палка там банка обкопали юбку да да сейчас вот так подкопаем видишь ветра нет штиль на улице вы думаете да все нормально уже устал так пойдет никита завтра просыпаетесь и шатер в море у нас такое уже было кто не верит посмотрите наше видео как в штормовом у нас этот шатер поломало и почти унесло в море поэтому сейчас мы все делаем как в последний раз лучше перебздить чем где-то бздить вот вот так говорят некоторые веревки обкручиваем вокруг как они называются вокруг каркаса да чтобы снять с них нагрузку набираем песок варцемый песок называется знаете почему теперь веревку можно привязать к пакету можно еще ко мне напитать неувенье ребята 2 часа ночи спать просто невозможно никогда бы не подумал что спать под громкую музыку на дискотеке будет проще чем здесь такой шум вон никогда в жизни не покупайте такие матрасы вот бегите прямо от них подальше если вам будут предлагать бегите с этого магазина с этими подушками если у вас рост больше чем метр восемьдесят пять чем больше чем стоять опять все вы просто бежите даже если вам дают их бесплатно вы убегаете покупаете дырявый интекс какой угодно матрас но только не вот этот это просто спать невыносимо ты получается спишь вот так у тебя голова вот здесь и здесь у тебя где-то колени потому что матрас сто восемьдесят с копеечками длиной с учетом этой подушки это короче катастрофа у меня было два варианта либо выбросить его в море этот матрас но море жалко поэтому я просто взял его развернул эту подушку сделал к ногам уклон вот так у нас и попробую вот сейчас поспать дело короче вот здесь подушка будет у меня а ноги будут как на подставке о как-то так по-моему так даже удобнее да это короче матрас караул называется такой шум мне кажется что кто-то вот здесь вот за палатой будет орать и я даже не услышал сплю я сегодня как аквалангист термобелье знаете почему на самом деле не жарко на улице вот реально свежо так не холодно я просто так безопасно себя чувствую так меня никто не укусил и одел термобелье надеюсь не прокусить через него спать не получается я решил достал фотоаппарат пойду фотографирую покажу вам сейчас какое здесь красивое звездное небо просто обалдеть на камеру не будет видно а вот на фотик сейчас попробую с длинной выдержкой щелкнув пару фотографий в 3 часа ночи как раз потренироваться искусству фотографирования а так выглядит наш лагерь палатка шатер и шумное море пробуем вот так старт и ждем долго долго ждем короче он записывает информацию теперь обрабатываем а я знаешь что подумал а я думаю вчера почему на нас так косятся верхние соседи вот там кто сверху останавливается а здесь так мест много свободных а теперь я понял почему они на нас косились вот посмотрите раннее утро это проектор это проектор экран телевизор включай телевизор вот эти волны не давали мне сегодня ночи спать но под утро я уже привык и отрубился спал как сусли очень классно ветра нет тихо спокойно шатер стоит не терепается офигенно правда у нас очень грязный видите такой как будто его обосрали будем мыть его это вот основное преимущество этого шатра какой бы там он ни был что у него 6 стенок и любую стенку можно открыть сейчас ветерок продувает представляете какой бриз морской у меня здесь сюда дует туда выдувает класс а эти стенки закрыты защищают от солнца чтобы не было жарко в шатре и вот так вот вы просыпаетесь идете на море сразу можно покупаться никто на пляже не лежит битвам не закрывает места хватает всем а это какие-то идиоты повесили мишени по ним стреляли ладно стреляли но что не убрали их мозгов нет пострелять и за собой убрать надо их жопу сюда поставить и по жопам стрелять чтобы знали как мусор оставлять на деревьях килька дебилоиды ладно соберем это короче мусор если видите такой мусор какие-то дебилы оставили не поленитесь соберите в пакет и если будет место вывезите его а здесь есть мусорные баки кстати вон там сверху есть мусорные баки можно собрать и отнести вот балтики нулевки выпил говорят безалкогольное и давай стрелять во смотрите сколько здесь сувениров стоит только в кусты залезть здесь не только говно вот он крымчик видите крым вот кто мне спать не давал сегодня тоже тест не получится сделать вернее тест получится но он будет не пройден ух ты ничего себе вот это волны сегодня посмотрите я уже искупался отсюда хорошо виды медведь гору вон там гурзух там мы покупали лепешки вон она видите как будто медведь пьет воду называется медведь гора жигули удобная штука вечером пиво наливает а утром знает и воду наливает вау в мире животных а голуби едят арбузы а воробьи не знаю сейчас проверим о похоже воробьи тоже любят горбуз посмотрите достаём старушку старушку голубь надеюсь она заряжена и пойду сейчас поснимаю попробую понырять что-нибудь поснимать подводное что-нибудь Субтитры сделал DimaTorzok Фу, как лимался Повезло, что прицепил какую-то резинку И чудом, каким-то чудом Камеру резинкой удержал Маска с трубкой слетела Хорошо поймал возле берега И немного Повредил ногу Это я не арбузами спачкал Это именно поцарапал Колено Такие волны суровые Просто вообще закручивают Только так На самом деле к шуму волн нужно привыкнуть Это как лягушки Квакают, квакают, спать не можешь Потом привыкаешь и спишь как убитый Обед На обед будем готовить пиццу Пицца называется Я с чемоданом Берем лаваш Гурзуфский обязательно Разрезаем напополам его И делаем начинку Тофу Соус Помидор Перец Маслины Колбаса Веган Все это кусочками Быстренько нарезается Вон там на сковородке Поджаривается Самое главное Самое главное Пицца Я с чемоданом Делается В 50 метрах от моря Чем ближе к морю вы будете Тем она будет вкуснее Чем дальше от моря Тем она уже Невкусная будет Вот это самое главное Ага Вот еще у нас есть соль Гималайская черная Экологически чистый продукт Обладает неповторимым вкусом Основа у нас Кетчуп Кскари Не знаю почему Они решили что-то Для курицы Курица Наверное не будет Есть такой кетчуп Обязательно Запиваем кофе Следопыт Кто смотрит Наши видео Знает Что я всегда Пью кофе Следопыт Хорошая вкусная Кофе Молотая Теперь эту основу Нужно прогреть Снизу немного Разогреть Поджарить Чем мне нравятся Эти лепешки В составе там Просто мука И вода Нет ни яиц Никакого молока И вот они Вообще-таки Самые-самые вкусные Решили сделать Еще одну пиццу Сейчас Вторая версия будет И все И накидываем Вот так вот Колбаску О Сало выпало Вау Она пахнет Она реально пахнет Как будто яйца Ну яйца Куриные В смысле Катя говорит Пахнет сероводородом Но вы сами поняли Чем пахнет Та-да-дам Та-да-дам Пицца Я с чемоданом Готово Надо каждому По такой делать Эта версия у нас будет Вот с такой солью Из водорослей Короче Морская И обязательно Еще добавлю Копченую паприку Тоже вкусная Очень приправа Вторая версия пиццы Не менее вкусная Очень вкус добавляет соль Вот эта гималайская Прям вообще Запомните Кто хочет необычный вкус Возьмите Попробуйте Мы почти все съедем Осталось пару кусочков И оказывается Это не обед А только завтрак Потому что на природе Ты рано ложишься Рано встаешь И кажется Что уже середина дня На самом деле Только 11 часов Решил я прогуляться К магазину Здесь есть магазин Где-то на везде Я видел В паре минутах ходьбы Магазин Указатели Ялта Класс Пива Съеда Джаз Вот здесь Веда Ходи Голодное пиво Мое И Турция Вон там Сомневаюсь Что он работает А здесь их несколько Вон мини-маркет один Сам что-то продают тоже Из продуктов Этот наверное закрыт Пойдем вот в этот Да Магазины уже не работают Столовая Какая-то заброшенная Да Веревки Все короче Остались мы без воды Столовая по-домашнему Когда-то здесь Наверное работала Детская площадка Времен Петра Великого ЖМЭ Заброшенная Наверное Видно что когда-то Функционировали Мне кажется Здесь был какой-то Кемпинг Раньше платный По-моему Даже об этом читал А сейчас Это Обычное Дикое место И все что осталось От кемпинга Разваренный туалет И мусорный бак Но в Крыму У вас не все Такие кемпинги платные Ближе к вечеру Подоспели соседи Они поставили Четыре палатки Я не знаю Их трое И у них Четыре палатки И душ Ковалет Вот они А мы готовим Мангал Немного я прошелся По территории Собрал Каких-то дров Нашел Палок Веток Потому что я с собой Взял угли Рожжих забыл Обстановка по кайфу Мы почти одни Погода суперская Солнце село Люди разошлись Никого нет Что за газ Катя что-то уже придумала Баклажанчики нарезала Располосовала Ну прикольно Что это Пить будем Закуска Сверху тахини смажем Запечем А давай Сардельки Шпикачки 340 рублей У нас стоят Четыре штуки Одну уже съели Пшеничные Костные Эко Настоящая Вкуснятина Сейчас попробуем Что за вкуснятина Свежемыжатый белок Пшеничный Свеже Отмытый Белок Полга Вода Артезианская Посудистное масло Масло оливковое Вкус Сарделька Сочная Ароматическая смесь Короче Специи Мускатный Орех В общем Кому интересно Вот читайте Составь Я держу Катя Поливает Ух Тахинная Паста И так Ее от души Прям Ах У меня Уже шники Потекли Пес Пришел Нам в гости Чей-то С ошейником Радый Хвостом Машет Пес Тебя как Зовут По лицу Видно Что добрый Пес Добрый Добрый Пес Решили Угостить Песика Сарделькой Травяной Интересно Будет он ест Травяную Сардельку Или нет Как вы думаете Сейчас Анютка Ему даст Кусочек И мы узнаем Едят собаки А ну-ка Аккуратненько Так берет Ну и как тебе А ну расскажи нам Вкусно Лайк ставишь Ну вроде как Подмигнул Давайте еще Если первое понравилось То второе он точно съест Бери Бери Можно Аккуратно взял Ну я думаю Ему понравилось Все ест А тем временем Мангал наш Потихоньку подгорает Ах Красота И кабачки Баклажанчики я уже снял Они такие мягенькие Получились Супер Кукурузка Кабачки Все Запекать И тофач Туфач Надо же попробовать И с вами поделиться Что у нас получилось Я уже вкуснул И скажу Что очень вкусно Кабачок Ой баклажан С тахиной пастой Здесь у нас чесночный соус С копченой паприкой Чуть-чуть Смажем Я думаю Будет тоже вкусно У нас почти ничего не осталось Хотя была целая гора овощей Спекачек Все съедем Во Теперь можно и поспать Сегодня просто прекраснейшее утро Я отлично выспался Сделал вот так кровать Перевернул ее Короче здесь бугор этот стал меньше Выровнял Подложил В общем выспался отлично А самое главное Что сегодня Просто изумительное море Спокойное Без волн Ух Накупаемся мы сегодня Иду делать свой тест Красота Погода просто шепчет Ветра нет И на море почти полный штиль Ух ты Ух ты Я уже вижу Что тест пройден Ух ты Градуса 25 Вода так и осталась Теплая Ну может не На пару градусов Может на градус похолодела Но по-прежнему Очень теплая Ну все Видно что тест пройден Водичка чистая Сейчас поныряем С камерой Посмотрим Какое здесь дно Что сказал Что случилось Что случилось И сегодня у нас на обед классическое блюдо самое лучшее самое вкусное это жареная картошка анютка любит ее сырую кушать вкусно это что такое Козинный лайк Это коза Вот это коза А вот это козел Где козел Картошку можно по разному жарить можно сразу лук обжаривать можно потом добавлять мы делаем по всякому но это конечно много на один раз поэтому лучше когда картошки будет меньше сковородки чтобы она именно его жарилась а не парилась вы наверное знаете какой запах от жареного лука и жареной картошки А тем временем тучи сгущаются посмотрите как красиво смотрятся море и такие темные тучи Немного стало прохладно уже я чувствую что вечер уже холоднее чем вчера по прогнозу обещают ночью вообще плюс 13 надеюсь мы не замерзнем Анют тебе нравится так отдыхать? Да Вот она на меня дым несет Ты все еще картошку жаришь? Уже текущий мят Уже стемнело уже спать пора ты картошку жаришь Да ветер поднялся не на шутку Очень тихо спокойно Вот парадокс Море не шумит волн вообще не слышно Полный штиль на море А ветер Именно порывы просто ужасные Шатерыш надувает такое впечатление что не сложится Я что сделал? Я хороший сделал Чемоданчик экстренный Все что самое ценное сложил Если что Я его хватаю И на выход к машине А все остальное уже буду по пляжу собирать Вот сейчас дождемся порыва Вот так тихо спокойно Потом такой порыв резкий аж вообще Страшно внутри находиться Вот это недостаток этого шатра Видите? Эта стенка там молния Здесь молния Но ее все равно подымает От маски до сетки И вот здесь большое расстояние И телепает И она вот так бьет ночью И спать невозможно Вот видите она болтается Три часа ночи Приехали новые соседи Короче музыканты Костер тут у них Костер тут у них Длиннадцать часов ночи Сейчас ночи собирались Шумели Вот Сейчас музыку гоняют Ну ладно Через три-четыре часа Будем Плясать у них на палатке Утро доброе Да Это была ночь как на войне Как говорит мой кореш сосед Серега Говорит у тебя видео так себе Не хватает мне какого-то драйва Говорит хочется тебе морду на дереве Чтоб ты больше общался с ливни Сейчас пойдем общаться Утренняя дискотека Специально для музыкантов Погромче Пускай музыканты покайфуют А Ванесса послушают Горячая кукуруза Сладкая вата На болту И конюшно смотрел Давай А в конюшный шаг Горячая кукуруза Сладкая вата Недорого Музыкантам скидка Ну И какой шутный бес Затем параде Гимнастику Ай шаг ты дурак Ай шаг ты дурак Ай шаг ты дурак Жалко меня сапу хранит Подъем На зарядку становись Оу Музыканты Подъем Хватит спать Все проспите Мы постепенно собираемся Наш отдых подходит к концу Место нам понравилось Отдохнули Отлично Правда Крайнюю ночь Не очень выспались Ну ничего Выспаться мы еще успеем Тем более Конец сезона Это уже Один из последних Наших выездов А может быть Даже и последний Но я думаю Мы еще куда-нибудь съездим Застанем этот сезон Всем пока И до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok